всем привет меня зовут дмитрий виноградов я или тренер вор класс сегодня у нас с вами функциональный блок из пяти упражнений три из которых мы посвятим ногам а 2 достанутся кору количество повторений в упражнении которые мы с вами будем рассматривать от 15 до 25 а количество сетов вы можете делать от 3 до 5 первое упражнение мы поработаем сами в сагитальной плоскости по ходу движения будем работать поочередно правой левой ногой обратить внимание надо на следующее при шаге вперед в нижней точке угол в колене 90 градусов и стопа полностью находится в опоре пятки мы не отрываем от земли смотрим как выполняем упражнение правой ногой левой ногой в этом упражнении работают не только ноги но и руки руки беговые согнуты в локтях и возвращаясь в исходное положение как это было в начале я добавляю подъем на носки то есть площадь опоры снижая уменьшаю приподнимая чуть себя вверх далее покажу как упражнение выглядит сбоку и обращу ваше внимание на одну тонкую вещь раз обратите внимание корпус находится под наклоном немножко подавая вперед как бы падая вперед и возвращаясь назад на носки вверх на подъем есть второе упражнение мы также поработаем с вами в сагитальной плоскости можно начать упражнение с позиции стоя на двух ногах а можно начать упражнение с позиции на одной ноге движение в отличие от первое упражнение будет начинаться на зад посмотреть как она выглядит 1 2 3 4 упражнение в 4 цикла 1 2 3 4 верхней точке мы всегда добавляем сгибание бедра в нижней точке мы ногу составляем на носке пяткой вверх при сгибании корпуса вперед мы чуть-чуть подсаживаемся сохраняя пятку в опоре еще раз динамично 1 2 3 4 вниз вверх вниз вверх посмотрите как упражнение будет выглядеть сбоку принимаем положение исходное либо на двух ногах либо на одной ноге 1 2 3 4 не забывайте про ваши руки руки беговые и они всегда в движении всегда в действии третье упражнение фронтальные выпады мы поработаем собственно во фронтальной плоскости как вправо так и влево я покажу две вариации сначала на одну ногу на правую а потом я соединю как правую так и левую переходным упражнением будет специальный беговой элемент это бег с высоким подниманием бедра со сгибанием бедра как угодно я покажу первую вариацию обратите внимание на работу ног и на работу рук правая нога пауза два движения правая нога пауза два движения теперь я соединю правую ногу и левую и движение будет 3 будьте внимательны смотрим правая нога раз-два-три левая нога раз-два-три когда вы делаете фронтальный выпад движение в сторону та нога которой дальние в опоре должна быть обязательно на пятки не уходите на носок и не отрывайте пятку и не забывайте про работу рук руки всегда согнуты четвертое упражнение друзья нас ждет планка обычная классическая планка на прямых руках прямых ногах принимаем исходное положение в данном упражнении вы можете использовать коврик а можете не использовать зависит от того места где вы выполняете его исходное положение прямые руки прямые ноги плечи находятся над запястьем не старайтесь уйти назад либо слишком подать корпус вперед четко строго над запястьем у нас сами сгибание бедра по очередно правой левой на третий счет пауза смотрим раз-два пауза раз-два пауза раз-два пауза вы можете варьировать длину паузы от двух до пяти секунд чуть больше задерживаться в статике и динамично отрабатывать сгибание бедра обращаю ваше внимание на работу стопы в данном упражнении подошвенные и тыльные сгибания стопы должно присутствовать обязательно 5 упражнение финалочка мы поработаем сами в боковой планке здесь основная работа будет влиять на косые мышцы живота и на приводящие мышцы бедра исходное положение упор на предплечье ноги прямые обращаем внимание на то что верхняя нога должна быть спереди нижняя нога должна быть сзади и обязательны пятки должны стоять на полу что мы с вами делаем в этом положении мы делаем сгибание бедра нога которая находятся внизу мы сгибаем бедро выносим стопу вперед Так, чтобы была параллель голени и бедра опорной ноги И возвращаем в исходное положение Раз, два, раз и два Также напоминаю, что в этом положении, когда вы сгибаете бедро Пауза может быть короткой, а может быть длинной Все зависит от вашего уровня физической подготовки Друзья, надеюсь, вам понравилась функциональная тренировка Делайте ее качественно и технично, и будет результат